Приветствую вас! То, что вы описываете, действительно очень похоже на зависимость. Я, правда, не очень понял, на что мы шли направлены деньги ваши общие. Вот. Но то, что он делает, это как минимум, да, похоже на зависимость от чего-то. Я, правда, ещё раз повторяю, не очень понял от чего. Значит, переделать мужчину вы сможете только в том случае, если он захочет этого сам. Для того, чтобы он этого захотел сам, нужно, чтобы он увидел последствия своих действий, так сказать, непосредственно, да. Но для этого необходимо, чтобы вы перестали покрывать его действия. Знаете, как бы, пока вы с ним, он не будет видеть и чувствовать, что его действия деструктивны. Пока вы с ним, он будет думать, что всё можно исправить. А пока вы терпите, пока вы покрываете его, пока вы стыдитесь и так далее. Но тем более, что он, судя по всему, знает, что вы хотите и понимает, что именно это вас удерживает рядом с ним. Вот. То есть, это момент вот такого плана, такого типа. Вот. Дальше. Значит, смотрите. Вы пишете, что вам хочется, значит, семьи, вы хотите строить отношения. Вот. И мой вопрос к вам, он скорее вот такой. Для чего семья вам нужна? То есть, вы свою, вы много достаточно говорите о семье, да? Вот. Я хотел бы понять, для чего вам семья нужна? Почему вы так ездите за семью и ради чего вы всё это терпите? У меня сложилось такое впечатление, что вы боитесь потерять семью, боитесь быть бросиной, боитесь остаться одна. Вот. Вот такое у меня, ну, такое у меня впечатление сложилось, исходя из того, что вы пишете. Вот. То есть, есть ощущение, да, что вы всё зависимы от своего мужа. И зависимы довольно сильно. Знаете, какая штука. То есть, у вас очень много мы, у вас практически нет я. Да. То есть, вы самостоятельным партнёром в отношениях такого впечатления, что он не является. Да, вы пытаетесь как-то защищаться, вы пытаетесь как-то, ну, спрятать деньги и так далее, сохранить остаток общих денег. Я, правда, не понимаю зачем. Мужчине, очевидно, семья не нужна сейчас. У него, очевидно, есть свои проблемы. Не важно, были они раньше, не было их, началось это только после того, как вы стали вместе с жителями, что-то ещё. Неважно, у мужчины есть проблемы, но эти проблемы не решают. Вы ждёте, ожидаете, почти, значит, хочу поверить, что запутался, верю, пока ещё обещание, что он всё исправит. Вот. Вы действуете так, потому что вам это выгодно. Но на самом деле, на самом деле человек отказывается идти к психологу. Человек отказывается рассказывать вам, что происходит и почему. И человек ничего не меняет. Это означает, что ничего и не изменится. Поэтому, если вы хотите действительно ему помочь, то родителям говорить не стоит. Его ничего, они пусть сами узнают, это не ваше право, не ваша тайна. Вот вам от него нужно отстраниться, либо отдалиться от него совсем полностью. Вот. Передать с ним общаться, например. Или общаться только на такие, на что-то нейтральные темы, да. Вот. Либо просто откровенно от него уйти и сказать, что так как бы дальше продолжаться не можете, я тебе не могу доверять и т.д. и т.д. и т.д. Вот. Но. Но это только решит половину проблемы, то есть вы столкнете мужчину с последствиями его действий, но вторая половина проблемы заключается в том, что а вам нужна семья, а, б, вот вы почему-то хотите в это верить, в, вы терпите это, терпите то, что происходит, и, г, вам его жалко, и жалость это не любовь. То есть, вот когда вы пишете, что уходить стыдно, его жалко. А? Это ваше представление. Почему уходить стыдно? С чего вы стыдитесь? Конкретно. Понимаете ли вы, что стыд это ориентация на других людей, на общество, не на себя, а в их дома. Получается, что вы себя не принимаете. Вы себе самой что-то отрицаете, отвергаете и так далее. У вас внутри самой есть какие-то конфликты. Стыд это обвинение. Стыд это не принятие себя. Это важная проблема, с ней нужно работать. Дальше. Что-то вам его жалко, это означает возвышение себя над ним. То есть, по сравнению с ним, вы себя чувствуете лучше. Вы понимаете, что вы лучше, чем он. Вы ведете себя правильно, стараетесь все делать для змеи, вообще вы жертва. Это вот тоже состояние нужно выходить. А то вы ничем не лучше его. И жалость, она практически всегда исключает любовь. Поэтому, вы своего мужа уже не любите. По крайней мере, до тех пор, пока вы его жалеете. И если разобраться, зачем вам жалость, то вы не любите. Для чего вам жалость, для чего вам его жалеет? Вот. Стыд и жалость, это, к сожалению, такие тревожные проявления. Это тревожные проявления ваши. Это тревожные проявления, ну, ваших эмоций, да, ваших чувств, ваших противоречий, вот, которые нужно исследовать. И разбирать. Для начала просто ознакомьтесь с темой созависимости. Для начала, ознакомьтесь с этой темой. Что такое созависимость, как она себя проявляет, что она из себя представляет, созависимость в целом вообще. Вот. И так далее. То есть вот для начала, для начала разберитесь с этим. А дальше уже на индивидуальную консультацию приходите, обращайтесь. Будем работать с личными границами. Вот. С ограничением себя от партнера. Вот. С формированием, значит, над формированием будем работать своим из своих собственных целей, целей, своей собственной позиции. Над обеспечением своей собственной определенности и безопасности, не так, как сейчас, что вы зависите от мужчины, что от него зависит, насколько определенной и безопасной будет ваша жизнь. Вот. Знаете, какая сторона. Просто спросите себя, какого отношения к себе со стороны мужчины, какого отношения к себе вы достойник? Я уверен, я уверен, что вы ответите себе, что вы достойны другого отношения. Так ради чего? Ради чего вы тогда находитесь в этих отношениях? Зачем вы находитесь в этих отношениях? для чего они вам, эти опасения, это вот и всё, какой мотив? Мужу вы не поможете тем, что будете оставаться рядом с вами, значит это что-то для себя, что для себя. Признайте себя честно, и пусть с этого начнётся ваша новая жизнь, пусть с этого начнётся ваша новая позиция. Мне кажется, что вы всё-таки вот неверные в себе, боитесь одиночества, и вот ваш стыд, что вы говорите, что вам стыдно, это ну, абсолютно неоправданное отрицание себя. Вот. Так что, чтобы быть счастливой, вам не нужен кто-либо, но для этого необходимо разрешить свои внутренние противоречия. вот. Понятно, да? Значит, если хотите мужу помочь, погните его с обстоятельствами, которые, точнее, с последствиями его действий. Вот. Сами почитайте простозависимость и отграничьте себя от него. То есть, вашей жизни – это только ваша жизнь, его жизнь – это и его жизнь. И каждый делает для другого то, что он хочет, то что он может. Ваш муж не может. И от того, что, ну, нужно. Слышно? Какое решение в этой ситуации вы принимаете? Это уже ваша ответственность. И вам нужно сделать свой выбор. Вот. Так что, сделать вы можете именно так. Именно так. На этом все. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. И если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго. И удачи. На этом все. Сейчас мне тоже приходится 25 минут. Все очень. Продолжение следует...